МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предполагается, что бизнес сможет не только покупать персональную информацию, но и перепродавать, а гражданин будет получать проценты от сделок. По мнению специалистов фондов, эти изменения позволят зарабатывать людям, а также внесут в казну несколько миллиардов рублей за счет налогов. Так, на торговле собственной информации можно будет заработать до 60 тысяч в год. Однако, по мнению некоторых экспертов, продажа данных принесет россиянам лишь пару тысяч рублей. Это вряд ли заставит их регистрироваться в качестве самозанятых и не принесет дополнительных налогов. Кроме того, это предложение открывает практически безграничные возможности торговли клиентскими данными и снимает ответственность за их утечку. В стране начали действовать изменения в сфере микрофинансирования, а также ограничена сумма долга по потребкредитам. Поправки в законе нацелены на защиту людей от недобросовестных компаний и больших процентов. Ограничения касаются потребительских займов сроком до одного года. Предельная сумма задолженности по процентам не может превышать сумму кредита больше, чем в два с половиной раза. Дальнейшее начисление закон запрещает. Это касается также неустоек. То есть, если вы взяли в долг тысячу рублей, то максимум, который вы вернете – три с половиной. Тысяча – это основной долг и две с половиной проценты – пении или штрафы. Проще говоря, теперь ставка по потребительским кредитам до одного года не может быть более полутора процентов в день. Кстати, снижение процентов продолжится. С июля этого года ставка опустится до процентов в день, а с 2020 года составит полпроцента. Центробанк не исключает, что многие микрофинансовые организации теперь могут уйти с рынка. Чаще всего россияне занимают деньги у банка на ремонт квартиры, дачи или дома. Так ответила треть респондентов, которые приняли участие в опросе маркетингового агентства «Маграмм». Каждый четвертый оформляет кредит ради покупки авто. Третий по популярности ответ – приобретение бытовой техники и электроники. На повседневные нужды берут займы 13% опрошенных. Каждый одиннадцатый просит деньги у банка на выплату другого кредита. 7% на лечение, 5% на отпуск или свадьбу. А только 1% на развитие бизнеса или обучения. Как показало исследование, каждый третий житель страны сейчас выплачивает кредит. Две трети из них – потребительские и остальные – ипотечные. Чаще всего взаймы у банка берут жители страны с доходом ниже среднего – таких 36%. А реже всего – обладатели дохода выше среднего – 26%. Самые закредитованные – федеральная круга. Это сибирский и уральский. В Министерстве труда и соцразвития Краснодарского края выяснили, куда чаще всего кубанцы направляют региональный маткапитал. Как выяснилось, на улучшение жилищных условий. В квартиру или в дом деньги вложили около 10 тысяч семей за время действия региональной выплаты. Напомним, на Кубани с января 2011 года семьям при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка предоставляется материнский капитал. Его размер ежегодно индексируется. В этом году он составляет 124 607 рублей. Направить эти деньги можно на улучшение жилищных условий или газификацию дома, а также образование детей. Выплату получают, когда ребенку исполняется три года. За все время реализации закона в крае выдано почти 55 тысяч уведомлений на маткапитал, а воспользовались им более 11 тысяч кубанских семей. Потребительская корзина может подорожать на 30%. В нее могут добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц. Такое предложение направил Министерство труда Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии, рассказывает известие. Содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%. Рыбы на 16%, творога и яиц на 14%, а птицы на 11%. Также эксперты просят добавить еще овощей и фруктов. В то же время они рекомендовали сократить количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли. Диетологи обеспокоены увеличением числа людей, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения. Потребительскую корзину могут обновить к 2021 году. И в завершении курсе валют от Центробанка на 29 января евро и доллар после падения на прошлой неделе начали восстанавливаться. Американец поднялся до отметки 65 рублей 93 копейки, евро до 75 рублей и 19 копеек. Субтитры создавал DimaTorzok